Сигарат! Пойдём со мной! Благодарю за участие, Никита Иванович. Простите, прежде был к вам несправедлив. Ну, разногласия в прошлом были, Григорий Иванович. Я рад, что мы смогли договориться. Ваше новое назначение пойдёт на пользу России. Не будь вас, не было бы и моего назначения. А письмо? Позвольте объясниться, Никита Иванович. Нас с государыней связывают давние доверительные отношения. Благодаря мне она на троне. Только благодаря мне и я, отец её сына. Нищий безродный поручик не сможет разрушить наш союз. В последнее время я несколько отстранилась от неё. И я, и она вынуждены много работать. Естественно, к концу дня появляется усталость. И хочется побыть одному, отдохнуть. Ну, чем ближе разлука, тем острее чувствую. Это письмо ничего не значит. Но я ценю. Вот вам моя рука. Братья Орлова умеет быть надёжными друзьями. У меня есть кучер Глаз. Он готов выполнить любое распоряжение. Любое. Выпьем за благоденствие государыне. За государы. За государы. Господа, я уверен. Этот день стоит началом нашей крепкой дружбы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чем она не довольна? Чем? Григорий, ты почтительно ведёшь себя с государыней. Но с советниками и министрами, как деревенский самодур с дворовыми. Шишковского не видел, танцевать заставил. Над Елагиным потешался. Хвастал императором, станешь. Прогонишь Алсухева, всех прогонишь. Короля Польши за грудки хватал. Вот ты прав, брат. Короля не стоило за грудки. Ревность разом помутила. Другой причины нет. Дрянь, конечно, этот король Станислав. Но на него корону возложили. Он помазанник, божий венциносец. Поляки говорят, не помазанник, а милости, божий король. Помяни моё слово. С него и корону скинут, и сам в канаве сдохнет. Да к чёрту его! Кстати, знаешь, как к чёрту по-польски? Холера. Брат, мы проиграть можем. Нет. Раньше я не задумывался. А теперь уверен. Люблю её. Люблю. Письмо что, всего лишь письмо. Я сам, когда пишу, не всякий раз могу мысли выразить. Бывало, такое напишешь, в голове одно на бумаге черти что. Государыня может дать Потёмкину любую должность. Сделать его богатым. Он окажется на вершине. И потом, что бы ни случилось, будет благодарить её по гроб жизни. Ты не знаешь людей, брат. Башмак по ноге стопчется. Сделай не ищи его богатым, завтра он будет кочевряжиться, что богатым родился. И ты всё усложняешь. Она баба. А бабе от мужика нужно что? Сила и власть. Я слаб, и в её мыслях появился Потёмкин. Но слабость в прошлом. Я выздоровел. Стану императором, разгромлю турок и вернусь победителем. Я верю, брат так и будет. Ты только представь. Впервые в русской истории император возглавит эскадру. Лично будет громить врага в южных морях. Прорвётся Константинополь, освободит Святую Софию. Много было правителей на Руси. Мудрый, боголюбский, грозный, великий. А будет Григорий Храбрый. Пока этого не произошло, Потёмкин опасен. Нет? Да. А не сыграть ли нам на бильярде? Субтитры сделал DimaTorzok